Продолжение беседы святителя Иоанна Златоустова о любви. Для чего мы не притаем силы любви и не утверждаем себя в безопасности, доколе будем ограничивать её одним или двумя друзьями? Тот, кто имеет друзей, хотя бы был беден, становится гораздо богаче богатых, что он сам не посмеет сказать за себя, то скажет за него друг, чего не может доставить сам себе, достигнет через другого. Невозможно потерпеть какое-либо зло, потому что охраняется столькими оруженосцами. Не так бдительны царские телохранители, как эти. Те охраняют по нужде и страху, а эти по доброжелательству и любви. Притом царь боится своих стражей, а человек, имеющий друзей, верит им больше, чем себе самому. И кроме того, есть ли какая стена, столь несокрушимая, столь укреплённая, совокупностью огромных камней, столь недоступная для нападений врагов, как союз любящих друг друга и сплочённых между собою единодушием. Он отражает козни самого дьявола, и весьма естественно, восставая против него в союзе друг с другом, такие люди становятся непобедимы его учащением и возбегают блистательные трофеи любви. И как струны, лиры, хотя многочисленные, но настроенные согласно, звучат приятнейшим звуком, так точно и объединённые единомыслием издают благозвучный глаз любви. Нет ведь ничего усладительнее любви. Чего только не сделает истинный друг, какого недостойного удовольствия, какой пользы, какой безопасности. Хотя бы ты указал тысячи сокровищ, ничто не может сравниться с искренним другом. Подобно тому, как блестящие тела распростирают блеск на близлежащие места, так и друзья, в каких бы местах ни являлись, а везде расточают своё благоволение. Лучше поэтому жить во мраке, чем без друзей. Не так горячко сжигает тело, как душа, душу разлука с любимыми. Страсть любви такова, что заставляет нас ежедневно представлять себе любезных нам, когда они не находятся вместе с нами, а отсутствуют. Она отвлекает душу любящую от всех находящихся на лицо и привязывает её к одному возлюбленному. Недостаточно ведь говорить только на словах, что мы любим, а необходимо представить доказательства нашей любви и на деле, так как и Он сам показал свою любовь не на словах только, а и на деле. Если то хочет любить искренне и узнать силу любви, то пусть спешит к питомцу её блаженному Павлу, и тот научит его, как велик подвиг, перенести разлуку с любимыми, и сколь великая душа требуется для того. В самом деле, этот Павел, совлегший в себя плоть и сложивший тело, необходивший вселенную, почти обнажённую душою, исторший из духа всякую страсть, подражавший бесстрастию бестелесных сил, хотя и переносил легко всё остальное, как бы страдая в чужом теле, и темницы, и узы, и изгнания, и бичевания, и угрозы, и смерть, и все виды наказания. Но разлучённый с одной любимой им душой, так быстро расстроенный, смущён, что тотчас ушёл из города, в котором ожидал увидеть любимого человека, и не нашёл его. Что это блаженный Павел? Заключённый в колодке, живя в темнице, имея опечатлившиеся следы бичеваний, стекущей по спине кровью, Ты вводил в таинство, крестил, приносил жертву, и не пренебрёк даже и одним человеком, который должен был получить спасение, а придя в траду и найдя Ниву, расчищенной и готовой принять семена, Ты выпустил из рук такую прибыль, и тотчас ушёл. Ты, говорит, потому что... Да, говорит, потому что я удержан был силой уныния, потому что мой дух очень смущал отсутствие тита, и печаль так овладела мною, так осилила меня, что принудилась сделать это. Видишь, какой величайший подвиг быть в состоянии спокойно перенести разлуку с любимым человеком, как горешно и печально это дело, как оно требует для себя души возвышенной и мужественной, Для любящих недостаточно одного лишь соединения душой. Они не довольствуются этим для своего утешения, а нуждаются и в телесном присутствии друг подле друга. И если этого нет, то отнимается немалая доля радости. О, пламенная страсть любви! Павел, не страшащийся огня, адамантовый, твердый, непреклонный, неодолимый, говорящий, кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или ногота, или опасность, или медь. Послание к Кремлянам, 8 глава. Дерзовенно попирающий землю и море, посмевающийся над железными вратами смерти, этот самый Павел, когда увидел слезы у любимых им людей, так был сокрушен и расстроен, что даже не скрыл своей скорби. А тача же сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое? Послание Деяния апостола, 21 глава. О, диво! Эту адамантовую душу могла сокрушить слеза, да, говорит, потому что велика сила любви, она побеждает и осиливает меня, против всего могу я устоять, кроме любви. Кто не изумится, кто не удивится, лучше сказать, кто может достойно изумиться и удивиться этой мужественной, достигающей до небес душе, подумав о том, что он, будучи заключен в оковы и темнице, послал послание филиппийцам из такого отдаленного места? Вы ведь знаете, как далеко Македония от Рима. Но ни дальность пути, ни продолжительность времени, ни множество дел, ни опасность, ни непрерывное обветствие, ни иное что, ни исторги в нем любви и памяти об учениках, напротив, он всех их имел в своей мысли. И не так связаны были его руки оковами, как связана и пригождена была душа любовью к ученикам. Как царь, зайдя утром на престол и севшим в царских чертогах, тотчас принимает отовсюду тысячи писем, так и он, сидя в темнице, как в царских чертогах, постоянно и посылал, и получал отовсюду еще гораздо больше писем от образовавшихся к его мудрости и доносивших ему о всех своих делах. Такова сила любви. Она объявляет, соединяет и связывает не только присутствующих, находящихся вблизи нас и на наших глазах, но и далеко отстоящих от нас. И ни продолжительность времени, ни дальность дорог, ни другое что подобное не может разорвать и расторгнуть душевной дружбы. Я знаю человека, который, прося святых мужей за друга, увещевал сначала молиться о нем, а затем уже о себе самом. Знаю и Павла, который готов был даже без просьбы отдать душу свою и впасть в гиену за любимых им. Пламенеющее сердце должно любить так, чтобы казалось, что нелюбимый тобою должник твой, а сам ты должник ему за то, что не имеешь его должником. Любящий хочет не только повелевать, но чтобы и им повелевали. Он радуется, более получая повеление, чем повелевая сам. Любящий хочет лучше давать, чем принимать. Желает лучше иметь друга должником, чем сам быть должным ему. Любящий и хочет оказывать благодеяние любимому, и не хочет показать благоденствующим. Хочет быть виновником благодеяния, и в то же время не хочет показать себя виновником благодеяния. Не разумеете здесь, прошу вас, просто друзей, соучастников трапезы, считающихся друзьями по одному лишь имени. Кто имеет друга, о котором я говорю, тот поймет мои слова. Друг сладостнее настоящей жизни. Вот почему многие после кончины друзей не желали даже и жить более. Подлинно друг вожжеление самого света. Лучше для нас, чтобы погасло солнце, чем лишиться друзей. Многие, хотя и видят солнце, пребывают во мраке. А кто имеет в избытке друзей, тот не может потерпеть никакой скорби. Но если чья-нибудь дружба вредит тебе, отвергни ее от себя. Если мы часто отсекаем те или другие из наших членов, когда они бывают неисцелимо больны и вредят другим, то тем более не нужно делать, но тем более тоже нужно делать в отношении души. Ничто так не вредно, как дурное сообщество. Тот, чего не в состоянии сделать необходимость, часто может сделать дружбу, как во вред, так и на пользу. Кто ведет дружбу с врагами царя, тот не может быть другом царя. Ненависть ради Христа гораздо лучше дружбы ради Него. Когда нас любят ради Бога, мы оказываемся должниками Ему за честь, когда же нас ненавидят, Он сам является должным нам честью. Аминь. Аминь.